Девушки отдыхают На интере время подробностей, итог основных событий Украины и мира в материалах наших журналистов. Я Руслан Синишкин. Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. Битва за уголь. В конфликт с милицией вступили черные старатели. Люди собирали на отвалах одной из компаний уголь для продажи. Местные жители утверждают, для них эти отвалы единственное средство к существованию. Хозяева отвалов предупреждают, самовольная разборка породы запрещена. Это опасно для жизни. За это людей якобы избили. Кто виноват? Курс евро доллар бережет. Товары и услуги в Европе подорожали. Еще никогда курс евро не был так высок. От этого могут пострадать те потребители, которые хотели поехать в отпуск в Европу этим летом. И их затраты неожиданно выросли на пару процентов. Как скажется, это на жизни украинцев. Япония на минуту замерла. Вся страна вспоминала, как в этот день, 62 года назад, упала атомная бомба на Хиросиму. Что думают японцы о том трагическом событии сегодня? Он был высокого роста и широк в плечах, имел взрывной характер и созвости, мог рубануть саблей. А в хорошем настроении любил закрыть трубку или сыграть на кобзе. 350 лет со дня смерти Богдана Хмельницкого. Репортаж из родного края великого украинца. Первые официальные участники избирательной гонки. Кто-то может увидеть тут иронию судьбы, но ими оказались коммунисты. Долгое время категорически отказывавшиеся поверить в возможность досрочных парламентских выборов. На сегодняшнем заседании Центр избирком зарегистрировал практически весь список партий на выборы 2007. На прошлой неделе съезд КПУ выдвинул 444 кандидатов в народные депутаты. 10 из них вызвали вопросы у комиссии. В регистрации им отказали. Причина – ненадлежащее оформление документов. После исправления ошибок дело пообещали рассмотреть повторно. Не зазначено гражданство кандидатов в депутаты. В отсутствие обязанности в разе обороняя депутатам передать іншим особям належным предприятиям, это корпоративные права. И автобиография местит больше, чем 2000 знаков, как это зазначено законом. Завтра свой предвыборный список передаст ЦИК и партии регионов. По сообщениям ряда информагентств документы принесут 5 регионалов. Среди тех, на кого возложена эта почетная миссия, Нестор Шуфрич, глава МЧС и пятый номер избирательного списка. Сегодня министр дал пресс-конференцию, на которой должен был рассказать о ликвидации фосфорной аварии и урагана на Волыне. Но журналисты очень быстро перешли к вопросам о выборах. Нестор Шуфрич сообщил, что на время избирательной гонки уходит в отпуск. Свой министерский кабинет он покинет 9 августа, но уже в октябре снова планирует туда вернуться. Батьковщина намерена стать наблюдателем в Европейской народной партии. Одной из ведущих сил Европарламента. Как говорится на личном сайте Юлии Тимошенко, с предложением присоединиться на вчерашнем съезде Бют, выступил лидер этой политической силы Вилфред Мартенс. В настоящий момент Европейская народная партия имеет наибольшую фракцию в Европарламенте, а среди ее членов 18 премьер-министров стран Европы, в том числе и Ангела Меркель. Партия Верки Сердючки сегодня провела виртуальный съезд. Это действие происходило исключительно в интернете. Съезд прошел на интернет-сайте «За Верку, Надежду и Любовь». Лозунг этого, с позволения сказать, избирательного мероприятия – «Лаша Тумбай». Принять в нем участие могли только те пользователи, которые зарегистрировались заранее. Несмотря на откровенно ироничную позицию авторов сайта и отсутствие комментариев самого Андрея Данилко, некоторые политологи даже не исключают, что партия Верки Сердючки могла бы преодолеть и трехпроцентный барьер. Напомню, о намерении баллотироваться в парламент Сердючка объявила месяц назад. Но официально партия пока даже не зарегистрирована. Крупная автокатастрофа в Венецкой области. Четыре человека погибли, 11 получили травмы. ДТП произошло на объездной трассе неподалеку от областного центра. Водитель грузового автомобиля Реном Магнум, который направлялся в Немиров, не справился с управлением. В результате прицеп вынесла на встречную полосу, по которой в тот момент двигались Део и микроавтобус «Фольксваген». Из пассажиров ликовушки в живых остался только 12-летний мальчик. Его родные, находившиеся в машине, погибли. Пятеро пострадавших находятся в реанимации. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники милиции. Скорее всего, авария произошла из-за того, что дорога была мокрой после дождя. Ведь состояние самого покрытия, по словам гаишников, удовлетворительное. На украинской железной дороге снова авария. Сегодня днем Харьковской области в районе станции Прокофьевка сошли с рельсов, по разным данным, от 15 до 20 вагонов грузового поезда, который направлялся в Россию. Пострадавших нет, вагоны были пустыми. Один из них неисправен, что и стало причиной аварии. Пока это только предварительная версия. Движение транспорта на этом участке приостановлено. Поезда направили в обход через Славянск Донецкой области. Скандал в западном Донбассе. Старатели, добывающие бросовый уголь из шахтных отвалов, конфликтуют с милицией, запрещающей им заниматься этой деятельностью. Люди, которые зарабатывают на продаже угля, обвиняют работников правоохранительных органов в применении силы. Милиция это опровергает и выдвигает ответные обвинения. Влада Хмельницкая привезла эту историю из Павлограда в Днепропетровской области. Ежедневно у этих отвалов собирается около 50 местных жителей. Все они здесь работают. Выбирают из отвалов остатки угля, чтобы продать. Татьяна Янгаленко раньше была медсестрой, но из-за маленькой зарплаты решила уйти из больницы. Уже 10 лет она собирает уголь, трудится вместе с двумя сыновьями. Ежедневно каждый из них может заработать от 25 до 50 гривен. В последнее время, жалуется Татьяна, хозяева отвалов запрещают людям появляться на своей территории. На прошлой неделе даже вызвали милицию. По словам женщины, приехавшие сотрудники райотдела избили старателей. Они к нас сцепились, стали с нами драться. Ну, стали и стали драться. Кто смелый, тот стал в защиту. Я тоже полезла, потому что избивали деда. Приехала еще милиция из города и начала что-то угрожать нам. И поразгоняла нас. Мы стали уже уходить. Они нас догнали и начали дубинками бить, газовым пистолетом. В правоохранительных органах эту информацию категорически опровергают. Там уже провели служебное расследование и выяснили, что милиционеры не превышали служебных полномочий. Руководители районного отдела рассказывают. Милицию вызвали сотрудники службы безопасности Павлоград Угля. Сообщили, что люди мешают работе спецтранспорта и отказываются покидать территорию отвалов. Милиционеров, которые приехали уладить конфликт, старатели тоже не послушали. И даже попытались оказать сопротивление. Начали оскорблять работников милиции, те, которые прибыли в соответствующие решения. Оказали злость и неповиновение. Цеплялись за форменное бандирование, отталкивали работников, оскорбляли нецензурной бронью. Суточный наряд всегда заступает с табельным магнистеральным оружием. Поэтому оружие не использовалось, не применялось, дубинки не применялись. Только словесные усилия и так далее. В службе безопасности Павлоград Угля также говорят, милиционеры вели себя сдержанно, хотя старатели пытались спровоцировать драку. И в подтверждении своих слов демонстрируют эти кадры. Как рассказал генеральный директор объединения Павлоград Уголь, посторонним запрещено находиться на территории отвалов и перебирать породу. Это прежде всего забота о безопасности людей. Десять лет назад уже погибли несколько старателей. Наши кразисты приезжают на борт отвала. Высота значительная. Он неконтролируемо сваливает эти 8-10 тонн горной массы, стоящих внизу на абсолютно небезопасном расстоянии людям. Травмировать человека, даже тяжело травмировать. И что там угодно может произойти. На сотрудников милиции старатели пожаловались в прокуратуру. Там решили проверить, что же произошло на самом деле. Когда уже закончатся все эти проверочные мероприятия, я смогу тогда точно и в соответствии с законом сказать о наличии или отсутствии в действии сотрудников милиции или вот этих граждан какого-либо состава преступления. Из тех данных, которые на сегодня есть, я пока не могу утвердительно сказать о том, кто кого бил. Сообщить о результатах своей проверки прокуратура обещает на следующей неделе. Влада Хмельницкая, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Украина может поднять цену за транзит российского газа по своей территории. Об этом сегодня заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Юрий Продан. Он также отметил, что нынешняя схема поставок газа с помощью компании Росукраэнерго не удовлетворяет украинскую сторону. До конца года газовые соглашения останутся в силе, но уже сегодня необходимо начинать пересматривать межправительственные документы и договариваться о новых условиях, считает замглавы Совбеза. Напомню, что по прогнозам Минтопэнерго стоимость газа для Украины в 2008 году увеличится на 10%. Можно ставить вопрос и нужно ставить вопрос о переглядах цены на транзит газа на сегодняшний день. Потому что есть вопрос, если прозвучало на сегодняшний заявок, что цена увеличивается на 10%, то все-таки вопрос о изменении транзита тоже нужно ставить сегодня. Заявление Юрия Продана о вероятном повышении стоимости транзита российского газа вызвало протест Министерства топлива и энергетики Украины. Как сообщил подробностям глава пресс-службы Министерства Константин Бородин, это заявление, по мнению Минтопэнерго Украины, является ничем иным, как политической самодеятельностью. Он также подчеркнул, что никто не согласовал с Минтопэнерго возможность изменения параметров газового транзита. Министерство настаивает, что нынешняя цена зафиксирована документально и не подлежит пересмотру до 2009 года. На историческом максимуме вновь находится курс евро по отношению к американскому доллару. Это основной финансовый индикатор в мире – курс евро к доллару США. Еще никогда он не был так высок, как в последний месяц. За полтора года валюта ЕС подорожала на 20 центов. То же самое произошло и в Украине. Здесь на графике официальный курс НБУ. Специалисты почитали, что за эти полтора года, за каждую сотню евро, украинцы стали платить на 100 гривен больше. Многих украинцев рост курса евро на мировом рынке заставил отказаться от своих планов. Стали дороже импортные европейские товары и поездки в Европу. Кто из наших сограждан пострадал больше и чего нам ждать от валютных курсов в дальнейшем? Материал Геннадия Вивденко. Наиболее заметно повышение курса евро отобразилось на ценах на европейские товары. Примерно за полтора года эта валюта подскочила к гривне почти на 20%. Настолько же подорожали вот эти автомобили. Олег Нечаев занимается сбытом машин из Германии в официальной компании-импортере. Там покупают авто за евро, а эта валюта подорожала. Пришлось даже уменьшить прогноз по росту продаж. Потенциальные клиенты из небогатых украинцев переориентируются на авто, например, из Японии или Кореи, то есть из долларовых зон. Это сказалось за счет сокращения притока новых покупателей. При оформлении кредитов в евро, когда наши клиенты брали расчеты на одну сумму, но за время кредита, скажем, за неделю, эта сумма увеличивалась значительно, то есть приходилось опять дооформлять. Украина стала чуть-чуть беднее Европы из-за курсовой разницы. Суть в том, что курс гривна-доллар Национальный банк связал, а стоимость евро в Украине, как и во всем мире, в свободном плавании. Валютный дилер, то есть торговец на большом валютном рынке, рассказывает, как все происходит. Торги в специальной программе. На мониторе он видит средние цены на основные валюты, которые меняются ежесекундно. Эти котировки изначально устанавливаются крупнейшими игроками рынка, маркетмейкерами, которые находятся по всему миру и которые оперируют наибольшими суммами операций. И в первую очередь от них зависит движение курса и их реакция на те или иные новости, которые выходят в мире. Весь смысл двигать курс вниз-вверх и зарабатывать на разнице. Проще говоря, крупнейшие финансисты мира не так давно нашли повод. Кризис в американской экономике. И доллар вошел в пике, а евровалюта на подъем. Отголоском в Украине стало удорожание евро на целую гривню. От этого могут пострадать те потребители, которые хотели поехать в отпуск в Европу этим летом. И их затраты неожиданно выросли на пару процентов. По кредитам в евро их стоимость в гривневом эквиваленте вырастает. Большинство мировых аналитиков считают, что курс евро в этом году дорастет максимум до доллара 40 центов. То есть чуть более 7 гривен. Правда, эту отметку в Украине единая валюта уже пересекала два года назад. Банкиры говорят, возить евро больше не стали. Ажиотажного спроса сейчас нет. Геннадий Вивденко, Михаил Федоренко. Подробности телеканал Интер. Оставайтесь с нами и далее в подробностях не пропустите. Такого Одесса еще не видала. В дельфинарии смог появиться на свет дельфиненок. В городе проводят конкурс на лучшее прозвище для животного. Уже в три месяца в состоянии за мамой, подражая, обезьяничая, прыгать высоко, делать какие-то кульпиты. Долетит ли баскетбольный мяч украинцев до Испании? Перед очень непростой, решающей игрой с бельгийской сборной, украинцы разгромили американскую полупрофессиональную команду. Гонки на лодках, вызывающие дикий хохот. Как в Баварии удивляли публику не столько соревнованием, сколько оригинальностью плавсредств. В одном из исторических центров Хорватии, старинном городе Дубровник, объявили чрезвычайное положение и эвакуируют людей. Пригороды курорта на Адриатическом побережье охвачены огнем. Бригады пожарников пытаются погасить пламя, которое из-за сильного ветра быстро приближается к городу. В самом Дубровнике тем временем готовят приюты для эвакуированных. Один из них устроили в старинной крепости. Впрочем, ими, возможно, и не придется воспользоваться за последние сутки. Большинство очагов возгорания удалось локализовать. В этот день, 6 августа, Япония и весь мир вспоминают, как атомной бомбой была разрушена Хиросима. 62 года назад, в 1945-м, на высоте 600 метров над городом взрывалась атомная бомба «Малютка». А через три дня американские бомбардировщики летели в Нагасаки. Сегодня на траурную церемонию собрались первые лица страны и простые граждане. После удара колокола вся Япония замерла на минуту. Опустив головы, люди молились за жертвы бомбардировок. В результате ядерного удара по Хиросиме в 1945-м погибли 140 тысяч человек, а сам город превратился в руины. В этом принимала участие американская авиация. О чем в своей речи во время траурной церемонии не применил напомнить мэр Хиросимы. Он раскритиковал нынешнее правительство Японии за сотрудничество с Соединенными Штатами. «Мы должны гордиться мирной конституцией Японии, следовать ее принципам. Мы говорим решительное нет устаревшей и неправильной политики Соединенных Штатов во всем мире». После бомбардировки Хиросимы 6 августа – это всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия. Само Япония о существовании такой даты мало кто знает. Тем не менее, ядерное разоружение приветствует. Так, в начале 90-х на программу утилизации ядерных отходов в Украине специально созданный японский комитет выделил 20 миллионов долларов. Он работает и до сих пор. Хотя сегодня в Токио больше обеспокоены ядерными разработками Северной Кореи. Проблема вокруг ядерной программы Северной Кореи понемногу решается. Но это всего лишь часть проекта, который можно назвать мерами первого этапа. Однако, считаю, такие меры надо было предпринять раньше. Ведь до сих пор неизвестно, отказалась ли Северная Корея от ядерного оружия. Поэтому угроза того, что Пхеньян может нанести ядерный удар, в том числе и по территории Японии, остается. Тем временем, самой Японии и простых людей больше волнуют безопасность мирного атома. Поэтому правительство страны пригласило инспекторов ООН по атомной энергетике, чтобы они проверили, не угрожает ли японцам радиация из-за недавней аварии на одной из АЭС. Обследовать атомную станцию Касивазаки Кагима – главная цель делегации МАГАТЭ. Эта АЭС сильно пострадала вследствие землетрясения три недели назад. Тут произошла утечка радиоактивных веществ. После этого работу станции остановили. Теперь международные инспекторы должны дать добро на возобновление ее работы, а также определить, существует ли опасность для людей. Мы очень рады, что японское правительство пригласило наших инспекторов на эту станцию. Наша задача – все хорошо проверить и гарантировать, что опасность радиоактивного заражения миновала. Таиланд купит 96 украинских бронетранспортеров. Общая сумма сделки, как передает Францпресс, составит 133 миллиона долларов. Приобретенную военную технику тайские власти планируют использовать для борьбы с мятежниками на юге страны. В этой части Таиланда живут преимущественно мусульмане. Они добиваются присоединения южных провинций к соседней Малайзии и постоянно устраивают теракты. Тайские власти отдали предпочтение украинским БТРам из-за их сравнительно небольшой цены. Украинские эксперты оружие эту информацию не комментируют. А вот в Ираке оружие исчезает. Во время проверки контролеры Конгресса США недосчитались 190 тысяч атомов, автоматов и пистолетов, ранее направленных в страну. Это ровно половина от общего количества американского оружия, которое отправили иракским солдатам. Скорее всего, теперь автоматы в руках боевиков. Президенту Франции Николе Саркази журналисты не дают покоя даже на отдыхе. Сейчас Саркази в США вместе с семьей проводит отпуск в маленьком городке Вулфбора в штате Нью-Хемпшир. Всего в 80 километрах находится поместье Джорджа Буша в штате Мэн. Впрочем, до сих пор неизвестно, произойдет ли встреча двух президентов. На этот вопрос Саркази журналистам не ответил, только обвинил акул пера в чрезмерной назойливости. Я приехал в Вулфборо, потому что здесь многие годы отдыхают мои друзья. Они говорили мне, поезжай, ты увидишь настоящую американскую глубинку. Леса, озера, мир и спокойствие. Я увидел здесь леса и озера, но из-за вас, журналистов, у меня не было ни минуты покоя. Украинские флористы Мы свою композицию создали под впечатлением от фосфорной аварии. Ее идея показать, как природа возобновляется после техногенных катастроф. Работа четырех украинок впечатлила жюри. В итоге наша композиция уступила только хозяевам латышам. Тема глобальная, тема катастрофы. Тема, она актуальна для всего мира. И мы решили, на фоне последних событий, которые произошли в Украине, решили сделать вот такой вот ковер. Где покоится Гетман? Споры об этом не прекращаются и спустя 350 лет со дня смерти Богдана Хмельницкого. Отец Хмель умер в достаточно пожилом на те времена возрасте 62 года. Историки говорят, что запорожский полководец был непривередлив в быту, имел хорошее чувство юмора и взрывной характер, а еще тяжелую руку. Он завещал похоронить себя в Ильинской церкви в Субботове. Именно в этом селе находилась усадьба Хмельницкого. Но до сегодня ученые так и не знают, где именно покоится прах Гетмана. Этот печной кафель – единственный экспонат в Чигиринском музее, который действительно принадлежал Богдану Хмельницкому. Все остальное – копии. Заведующая музея Ольга Пыскун рассказывает, что Гетман был достаточно высоким на те времена – где-то метр и девяносто сантиметров. Это определили по длине сабли отца Хмеля. Она – около метра. Как известно, оружие тогда делали в соответствии с ростом каждого казака. Про него говорят, что он любил на тот период каву, еще мало вживанную в Европе, что он курил долго турецкую люльку. В добром гуморе мог играть на Бандуре. А на Гетманской резиденции в Чигирине всегда сидело много голубей, потому что Гетман очень любил этих птахов. Хмельницкий был трижды женат. Первая – Анна Самко, родила ему шестерых детей, но рано умерла. С третьей он доживал век. Анна Золотаренко пользовалась большим авторитетом среди казаков. А вот вторая – Матрона Гелена Чаплинская – похоже, была самой большой, но трагической его любовью. Ее вместе с поместьем у Хмельницкого отобрал Даниэль Чаплинский, а потом, будто за измену, казнил сын Гетмана – Тимофей. Богдан Хмельницкий был погребен только месяц спустя со дня его смерти. Сделали это для того, чтобы больше людей смогло приехать проститься с Гетманом. Его тело казаки забальзамировали медом. И с Чигирина в субботу несли на руках до самой Ильинской церкви. Именно здесь завещал похоронить себя запорожский полководец. Впрочем, нынче эту церковь считают его символической могилой. Ну, немає и невідомо, де его перепоховали, чи що трапилося з останками. Але в данный час останків немає взагалі. Лицких останків у храмі немає. Вот що приходиться розказувати посетителям храма. Праг Гетмана здесь так і не нашли. Да і само здання, построєнне на средства і по проекту Хмельницкого, вполне могло исчезнути. В советські времена його чудом не розобрали на стройматериалі для зернохранилища. Затем здесь разместили клуб. Поскольку толщина сцен Ільинської церкви достигає 2 метров, сельська молодежь не желала отдыхати в холодном поміщенні. Тільки 17 років тому церковь в Субботові снова стала храмом. Неподалеку археологи нашли останки одной із 4 башен, которые стояли вокруг родового іменя Хмельницкого. А вот от усадьбы Гетмана не осталось нічого. Чого не зробив час, зробили місцеві мешканці. Вщент розібрали залишки руїн замку Хмельницьких. До 1949 року для потреб місцевого колгоспу вивозилися будівельні матеріали. І взагалі в радіусі до 3 кілометрів від садиби, в оселі майже кожного суботівського селянина, є цегла, пальчатка чи камінь пісковики з замку Хмельницьких. До цього часу. Леся Вакулюк, Александр Пономарев. Подробности. Телеканал «Интер» із Черкасской області. Уникальний случай. В Одесье на свет появился дельфиненок. Все прошло просто, идеально. Малыш родился хвостом вперед. Імя ему еще не придумали, пока работники дельфинария окрестили його Одиссеєм. Уже объявлен конкурс на лучшие прозвищи для животного. Участие в нем может принять каждый желающий. Как и в любой семье, появление дельфиненка связано с многочисленными хлопотами. Новорожденный не отплывает далеко от мамы, а чтобы он не захлебнулся, в бассейне снизили уровень воды. Кроме того, пришлось упростить программу выступления дельфинов, поскольку некоторые трюки слишком сложны для малыша. Поскольку папа и мама у него актеры, так я думаю, судьба его предрешена. Как правило, эти малыши в дальнейшем очень талантливые актеры, потому что они уже в три месяца в состоянии за мамой, подражая, обезьянничая, прыгать высоко, делать какие-то кульпиты. Украинский баскетболист Рвудсен чемпионат Европы в Испанию. Они уже одержали победу над американской командой Sports Power. В среду у них ответственная встреча со сборной Бельгии. На пути к Евро-2007 украинцам предстоит победить еще в девяти матчах с европейскими сборными. Ведь в финальной части чемпионата осталось всего одно вакантное место. Каковы шансы сборной Украины, выясняла Ольга Нестеренко. Главный тренер национальной сборной Украины Виталий Лебединцев в этой встрече решил наиграть состав. Правда, дал отдохнуть лидерам Сергею Лещику из Азоумаша и Артуру Дроздову из БК Киев. Кроме того, в команду из-за океана еще не вернулся Алексей Печеров, который этим летом официально стал игроком клуба NBA Washington Wizards. В таком облегченном составе украинцы и практиковались на американцах. Готовились к серьезному бою, а вышла прогулка. Единственная задача была играть серьезно, не балуйтесь. Ну так оно получалось, все равно без баловства не обошлось, но я думаю это нормально. Мы не ставили задачу ни выиграть, ни проиграть. Он случился спонтанно, этот соперник. И мы уже использовали эту ситуацию, как она сложилась. Sports Power была анонсирована как сборная ветеранов NBA, но на деле оказалось, что лишь трое ее игроков имеют отдаленное отношение к ассоциаций. Пол Грант, Тодд Фуллер и Дэвид Вуд недолго грели лавки нескольких клубов NBA. Даже несыгранная украинская молодежь держала такого соперника на расстоянии 20-30 очков и в итоге победила 87-65. Поначалу мы не чувствовали друг друга, потому что играем на разных клубах. Я считаю, этот состав сегодня новый, не сыгравшийся. Но благодаря парочке турниров мы начали понимать друг друга и пришли к тому мнению, что мы должны все-таки что-то сделать. Отборочная игра с бельгийцами, которая состоится в среду, легкой не будет. Появление лидеров Лещука, Дроздова и Буцкого дисциплинирует молодежь. И 8 августа украинцы могут победить. В первую очередь за счет желания постараемся выложиться на полную. Это ключевая игра. Мы это все прекрасно понимаем. Будем стараться выиграть. Но возможный успех матча со сборной Бельгии – это первый шаг к поставленной цели. 11 августа украинскую команду ожидает сложный экзамен в Израиле. 15-го – домашняя игра с датчанами. Далее – ответные поединки. Ольга Нестеренко, Михаил Федоренко. Подробности – телеканал Интер. Не только скорость, но и оригинальность именно по таким главным критериям оценивали участников необычных гонок, прошедших на самом крупном озере Баварии – Химзии. Задача конкурсантов – не столько первыми достичь финиша, как до слез рассмешить публику. Самой оригинальной должна быть лодка. Когда-то через озеро переплывали на ваннах, но нынче решили расширить круг плавательных средств. Вот эта команда, например, соорудила судно из больших пивных бочек. Другие участники переоделись пиратами и даже устроили импровизированный спектакль. Еще одно условие конкурса – не переставать, даже во время заплыва, пить любимый напиток баварцев – пиво. Казалось бы, неопознанные летающие объекты – это безумная выдумка военных космонавтов. Но за последнее время она получила реальные доказательства. Мы приглашаем вас в 22 часа 35 минут посмотреть документальный фильм «НЛО. Вторжение на Землю». Страхи перед злыми и коварными космическими пришельцами сменяются надеждой на взаимопонимание и сотрудничество с ними. Доказательств того, что они уже среди нас – множество, но не всем землянам пока дано вступить с ними в диалог. Авторы фильма предлагают зрителям самим делать выводы на основе фактов и документальных архивов спецслужб. Вы услышите рассказ из уст очевидцев и увидите кадры, которые покажут впервые. Не пропустите. Сегодня в 22 часа 35 минут будет интересно. И на этом все. Нескучного вечера с Интером и удачного вторника. Увидимся завтра. Будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Торговая марка «Бог» представляет «Человече кино».